Продолжение следует... А есть такое, значит, в шариате, в исламе, значит, закон, если иноверец приходит на твою землю покорить тебя, твои земли, значит, ты должен восстать против них. Это священная война. Вот так вот я призывал к войне. Ахмату Кадырову выделяют собственный отряд. Он становится во главе батальона Муфтията, в который входят люди полевых командиров братьев Ямадаевых. 122 метра в длину и 40 в ширину. Этот совсем новенький мост через Дудерговский канал в Красносельском районе Петербурга теперь носит имя Героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Движение по нему было открыто чуть больше месяца назад, но до сегодняшнего дня он оставался безымянным. Именно в Петербурге сегодня иллюстрируются все народы России. И вот народы России сегодня сказали, что в нашей духовной столице должен быть мост, название которому должно быть имени Ахмата Хаджи Кадырова, потому что петербуржцы и весь российский народ прекрасно понимают, что это один из тех великих героев, которые спасли Россию. Правда ли, что вы раньше сказали, что каждый чеченец должен убить 150 русских, чтобы попасть в рай? Нет, я говорил в 95-м, в 96-м году, прозывал чеченцев убивать столько, сколько вы можете. Я не говорил 100, 150, 200, я говорю сколько можете. Я тогда прозывал джихаду, так что это тоже не секрет, но 150 я не говорил. ПЕСНЯ 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 Спорит с никарем, небезопасно спорит с психопатом, хоть быть российским депутатом, зажгут от лад, твой дом родной. Чечня погружается в средневековье. Шариатский суд с его смертными приговорами. Шариатская госбезопасность с ее пыточными камерами. Меня, собственно, сын предупреждал, если он уедет, то они возьмутся за меня. Но я по наивности думал, что я объясню, что он уехал, я тут ни при чем. Ну, еще подготовился говорить, что он меня не слушается, он меня не спрашивал, он произвольно уехал. Ну, меня об этих вещах не спрашивали. Через две недели, как сын уехал, они приехали ко мне на работу. И, как я уже рассказывал, забрали, вернее, заявил старший из них, что Кадыров хочет со мной поговорить. Я, конечно, понимал, что за разговор будет, но деваться некуда было. Их было очень много, и на шести машинах вооруженные люди приехали. Ну, а потом привезли меня к нему лично домой. Меня затащили, на первый взгляд, это был спортзал. Это большое помещение, там стоял большой бильярдный стол. И дальше два ряда тренажеры разные. На этих тренажерах, разных позах, подвешенные наручниками, так привязанные были люди. Их вид говорил о том, что многие из них уже не жильцы, они до того были запытаны. Один из них был ровесник моего сына с моего села соседней улицы. Он как-то еще пытался что-то сказать, что когда меня избивали, зачем вы его бьете, он ни в чем не виноват. Впоследствии этого человека расстреляли. Это была у них обычная практика. Я довольно много видел беспредела, которые они творили за эти долгие 11 месяцев. Вот первый день, когда меня привезли, забили как собаку, бросили как тряпку какую-то в углу, пристегнув наручниками за трубу какую-то. Я приходил с себя, лежал там. И поздно вечером Кадыров зашел в этот зал, ну, в спортивной форме, так бравурно, там кулаками бьет, ногами бьет, проходит по залу. Вот этих запытанных, связанных, подвешенных людей. Ругается, как сапожник. И скомандовал, принесите мою любимую машинку. Это такой аппарат, который подает ток, электрический ток. От него два провода соединяются к любой части тела. Мне их соединяли на ноги, на пальцы ног. Ну, они к руке, там, к уху, куда угодно прикрепляют эти провода, два провода, и начинают крутить. Чем больше дают оборотов, тем больше сила тока. Со мной это тоже происходило. Мало того, что просто током, они еще обливали водой. Оказывается, когда тебя обольют водой, сила действия этого аппарата в десятки раз выше. Такое ощущение, что у тебя каждый сустав разрывает. Это терпеть невозможно. Это долго не может человек выдержать, поэтому они недолго этим занимаются, но часто делают, повторяют, чтобы ты не терял сознание. Если ты не чувствуешь боль, им неинтересно. Шариатские полицейские, заглядывающие по ночам под чужие одеяла. Не пьют ли там водку? Не прелюбодействуют ли? А вот и клиенты этих самых заведений. И самое печальное, что среди них не только мужчины. А в этой семье только после рейда мэрии выяснили, кто за кем замужем и где живет молодая женщина, которая развелась еще год назад. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Дальше, у меня нет. Мы не будем. Мы не будем. Нет, не будем. Правой такое запрос. Отпения оно. Я не буду. Стоит ли это? Я не могу. Не могу. Здесь есть еще? Я не могу. Указы, запрещающие девушкам появляться без платка и разрешающие многоженство. Мы давно уже с вами о многоженстве не говорили. Да, говори. Вот, мы к вам за помощью. Ага. Жилиться хочешь? Нет. Нет, не хочу. Вот. А вы не хотите еще раз? Я, если есть контура, достойная такая, необычная, красивая женщина. Знаешь, вот, если я женюсь, то я должен идти красивее, чем я. И я должен любить ее больше. Поэтому найди мне такую красивую. Нет, ну сейчас буду искать. Ну, если ты друг мой, по себе бывает, если ходит везде. А что, мне прислать фотографию? Я приеду сразу. Или я сразу приеду? Я приеду. Позвони, я нашел красивую. Я сразу... То есть вы серьезно или с иронией? Нет, я серьезно говорю. Если мужчина не любит женщину, это уже не мужчина. Вот, значит, я люблю женщин красивых. Ну, достойную такую красавицу я ищу и с удовольствием. Надо все рассказать. Ну, судьба такая. Ну, мы были там в школе, когда был его экзамен. После экзаменов выпускной. С плюшевым медвежонком на руках спортсменка и просто отличница читает детские стихи. Ну и как тут не влюбиться? ПОЕТ Она засмущается, покраснеет и убежит, закрыв лицо руками. А он попросит номер телефона и позвонит избраннице, чтобы рассказать о своих чувствах. Ну, вы изначально были уверены, что вот все. Согласиться. Ну, так, стопроцентно уверен не было, но желание было. Из Саудовской Аравии Кадыров возвращается уже с почтенным именем Ахмад Хаджи. И этим еще больше восстанавливает против себя бахабитов, отвергающих традиционный ислам. Ведь у них даже паломничество в Мекку считается смертным грехом. А мусульманские священнослужители – заклятые враги. Вот это поворот! Назначение Кадырова главой администрации не всем в республике пришлось по нраву. Злые языки говорят, что бывший муфтий выслуживается перед Кремлем, стремится усилить свое влияние в республике и даже набить потуже карманы. Доказывать обратное Кадырову приходится не на словах, а на деле. Суровый мужчина, которого побаиваются даже друзья, переступая порог родного дома, меняется на глазах. Что нужно человеку для счастья? Отец, мать, братья, сестры, жена, два сына и две дочери. Да еще 13 внуков. Зулай и Зарган переезжают в соседний Аллерой к мужьям. Собраться всем вместе удается нечасто. Приветник, вы уйдет дома. Такс, отряд! Младшая и вторая дочка. Как моя жена? Это не Мусаевна. Что это союнялись с Баллаоном? Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Мудрый политик, истинный патриот и просто человек, для которого счастье от других стало собственным счастьем и главной целью жизни. Напомню, 23 августа Чеченская Республика... Модкий, инию, с агрок в научную обяну из Республики. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok